Всем большой привет! Дорогие друзья, честно говоря, понимаю, что нельзя бежать впереди лошадей, нельзя говорить что-то, чего не говорят власти Арцаха. Однако, впервые за последние 4 года жители Арцаха массово пишут мне, очень уважительно, очень доверительно, буквально в день до 100 сообщений от жителей сел и городов Арцаха. В связи с этим многие задают один и тот же вопрос, что делать и что будет дальше. Вот это видео может кому-то показаться странным, кому-то может показаться, что я что-то преувеличиваю, но нужно к этому видео прислушаться и получить вместе с этим видео ответ на главный вопрос, что будет дальше. Значит, на данный момент главный вопрос, который задают Арцахцы, когда откроется дорога, откроется ли она вообще и что нужно ждать от этой ситуации, которая только обостряется. Дорогие друзья, как вы знаете, в первые же дни Рубен Вартанян получил список требований от Азербайджана и до сих пор, то есть почти уже 35 дней, до сих пор Рубен Вартанян не публикует список требований Азербайджана. На это нужно обратить пристальное внимание, то есть Рубен Вартанян не считает людей в Арцахе людьми и считает, что люди могут страдать, сидеть без лекарств или не могут выехать по делам, которые для них являются стратегически важными, как мама, чей ребенок, например, болеет раком печени. Рубен Вартанян считает ничтожествами людей в Арцахе и не опубликует список требований. Это очень-очень важно, на это обратить внимание. Почему арцахская власть не публикует те бумаги, которые она получила от Азербайджана в виде требований и условий, которые позволят открыть эту дорогу? Почему он не публикует? Не только потому, что он считает людей ничтожествами и просто каким-то хламом, а в том числе потому, что он отлично знает, что главным требованием Азербайджана в данной ситуации является то, что Рубен Вартанян должен покинуть Арцах. Вот нужно четко понимать, что не может из-за одного человека, как вы говорите, 120 тысяч людей, ну хорошо, 120 тысяч людей. Разве может 120 тысяч людей страдать из-за одного подонка? А то, что Рубен Вартанян подонок, я думаю, что это ни у кого не вызывает сомнений, кроме маленькой группы жопалезов и люзоблюдов, которые его хвалят в социальных сетях. Рубен Вартанян, который ничего не сделал для Арцаха, уже сейчас призывает чуть ли не к свержению армянской власти. Свои намеки и подъебки, которые он использует в телеграм-канале, это попытка свергнуть власть в Армении. Человек абсолютно равнодушен к ситуации, которая развивается в селах, то есть мы не раз уже опубликовали, что творится в селах, сколько людей страдает. В селе Дагарав семья Степанян не может добиться двух кубометров дров. Мама нашего солдата осталась без сахара. Сотни жалоб, прямо сейчас идут жалобы от строителей из Армении, из села Заритап, воюззора. 20 человек остались без еды и не знают, как им дальше вообще питаться и чем кормиться. Ни одна жалоба, ни одна жалоба, которая поступает к Рубену Вартаняну, не решается этот вопрос. То есть человек занят провокациями, политикой и человек играет на руку только России. Таким образом, сообщаю всем моим подписчикам и зрителям, вот чтобы каждый раз во мне отвечать по мессенджеру, с каждым днем ситуация будет ухудшаться, однако проблема не в закрытой границе. Проблема в том, что чем дольше закрыта эта дорога, тем больше разочарования появляется в жителях Арцаха. То есть чем дольше Рубен Вартанян на своем посту, тем больше арцахцы устают от закрытой дороги и будут уезжать, если эта дорога откроется. В оттоке населения из Арцаха, которого и так нам немного, виноват и будет виноват Рубен Вартанян, который судьбу всего Арцаха поставил на кон своей собственной жизни. Поэтому, господа арцахцы, я обращаюсь к каждому из вас, чтобы вы все призвали уйти в отставку Рубена Вартаняна. Арайка Арутюнян, как вы назначили госминистром Рубена, и именно после этого начались проблемы, убирайте теперь его вон с этого поста. Если вы не уберете Рубена Вартаняна, ситуация будет с каждым днем только и только ухудшаться. Если вы его уберете и сделаете это немедленно, то как минимум 80% проблем, которые появились после 12 декабря, в течение суток разрулится. Это очень важное заявление, хотите верьте, хотите нет, но многие из вас знают, что все, о чем мы говорим, это чистая правда. Теперь решать вам. Я еще раз призываю вас, всех арцахцев, потребовать отставки Рубена Вартаняна. Каким бы подонком ни был Арайк Арутюнян, однако он президент Арцаха, с ним общается азербайджанское руководство, и не надо ждать никаких подарков от Ирана, от Франции, хотим мы того или нет, однако Всевышние уже тысячелетиями держат различные народы в Закавказе, и нам надо будет друг с другом жить. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.